Продолжение следует... Продолжение следует... Пропустил всю эту математику, которой примерно 200 лет, через себя. Мой рассказ будет немножко отличаться от стандартов. Сначала будет и не совсем ясно, что здесь то, постепенно мы разберемся. И так рассматривается уравнение с частными производами, которые записываются вот так. Это искомая функция. Ф — это правая часть, она считается заданной. Итак, задача задана — F и φ. Вот это обозначает гераницу области. Мы считаем, для простоты, что область на плоскости, на самом деле, рассказ построен так, что он напрямой, что пространство n измерений рассуждений не меняется. Итак, омега — некая область, пусть на плоскости, а это обозначение границы. В данном случае — это кривая. Считается, что граница задана параметрически, скажем. Омега у нас — плоская область, значит, координаты, скажем, x, y. А граница — это кривая. Я на ней в качестве координаты длина дуги. Итак, что такое вот этот значок? Это на троллова. Что? Это на троллова. Да. Да. Ну, давайте я напишу. Сначала не очень понятную формулу. Луквосиан — это сумма вторых производств. Итак, в качестве примера давайте рассмотрим простейший, вырожденный случай, когда деревянный здесь ни при чем. Просто запишем то, что вот там, в правом углу. В случае, когда у нас одна координата. Здравствуйте, Ваши, пожалуйста. Да. Итак, область измерения координаты в данном случае — это отрезок, правильно? И задача ставится так. Итак, это то, что осталось. Это у нас от луквосиана, вторая производная задана в других обозначениях. Так нам задана функция f от x, которая определяет вторую производную от u, и, кроме того, заданы значения функции u на концах отрезка. Ну, если я провожу нулю, то речь идет о том, чтобы провести прямую, соединяющую две точки. В левом конце у нас известную, в правом конце у нас известную, и ответ — это прямая. Отрезок прямой. То есть, если я провожу единицы, то ответ будет парабола. Можно написать и общую формулу, но нас интересует случай, когда число переменных больше единицы. Итак, о чем, собственно говоря, в дальнейшем какие технические средства я буду использовать, и что мне надо от вас? Мне надо от вас, чтобы вы вспомнили точное определение, ну, например, что такое производная. Сейчас мы уточним, как мы понимаем эти понятия производная, интеграл. И к вашему знанию производных в этом рассказе и вообще в этом спецкурсе добавится новое понятие — вариационная производная, на которой основана эта спецкурсия. Итак, моя цель основная — это научить вас дифференцировать более комплексированно, чем вы, по сравнению с тем, что вы владеете, владеете неким формальным, так сказать, набором дифференцирований, стандартных функций. И к вам сейчас я хочу обратиться, немножко развить этот ваш аппарат и добавить новое понятие — вариационная производная. Оно понадобится почти сразу. Итак, если при НРАНом 1 в боках все ясно, то тогда я начинаю двигаться уже более сочинно. Итак, я напоминаю обременение производной, чтобы уточнить некие детали. производной обозначают по-разному в случае одной переменной. Я надеюсь, что вы наизусть знаете эту фразу, которая связана с этой формулой. Итак, вот определение, которое я сейчас хочу использовать, чтобы договориться с вами, куда мы движемся. Итак, это определение производной. Из него следует одна формула, которая мне понадобится. Итак, сейчас что на доске у нас есть? У нас есть формула 1. есть определение функции F большое. Требуется из определения 1 вышлить F большое через F маленькое. Давайте поменьшим эту задачу, как бы это сказали. Ну, не только я буду решать, но и вы тоже. Итак, давайте обозначим. Сейчас этот интеграл. Извините, я иногда буду делать так вот. Ну, просто сотрите dp dx, а то мне придется переписывать. Итак, обозначим через F от x вот эту функцию, которая определяется интегралом. Давайте напишем вот этот предел и вычислим его. Я хочу понять. Понятно, я ставлю вопрос или непонятно. Итак, дано вот формула 2. Требуется написать f большого, да, 4. И вычислим предел. Если будут возникать затруднения, мы их обсудим. Итак, F это интеграл. Какие-то свойства интеграла понадобятся. Мы можем сказать, что интеграл это всегда определенный интеграл. Неопределенный интеграл это для решения задачи. А так, интеграл по определению предела интегральных сумм. Итак, формула 2. Нужно применить формулу 1 и сказать ответ. Мне нужна ваша реакция. Иначе я... Итак, первая проблема записать числитель fx плюс h минус f от x в удобном для перехода пределу виде. Итак, вот этот члитель у вас есть интеграл от чего до чего? От x до h Нет, от a до x плюс h минус интеграл от a до x по свойству интеграла первый раз лишен и получится интеграл от x до x плюс h Ну, под интегральная функция также деленная на h Итак, мы начали решать эту задачу. Так, здесь у нас стоит интеграл от x x плюс h все согласны? Это просто свойство интеграл. Правильно? Да Теперь надо перейти к пределу. В какую-нибудь теорему бы. Ну, говорите мне, а я уже перейду к пределу. Ну, что такое интеграл? Это интегральная сумма. Правильно? Да. Если функция непрерывная, она мало меняется, если аргумент мало меняется. чему же равен примерно этот? Ну, кто ну? Среднее значение функции и на двуну интеграл. Ну, на h. Ну, если арк 4 высок нулю, то f от x беременная на h. Ну, меня интересует ответ. Производная от функции f от x чему равна? Да. Итак, я жду, чтобы кто-нибудь сказал ответ. Те, кто следит, наверно согласятся с этим ответом. Это теорема. Формулируется она так. Итак, если функция подинтегральная непрерывно, то интеграл… f большая от… f большая исчезла. Ну, да, да, да. Вроде оно не особенно нужно. Оно нужно было для вывода, а так оно исчезло. И так теорема формулируется, если вы берете интеграл от непрерывной функции, то вы при дифференцировании получаете подинтегральную функцию. Ну, теперь давайте проверим то, чем вы на самом деле владеете. Итак, ваших нолей про производную хватает для того, чтобы обобщить вот эту формулу на случай, когда верхний предел не x, а x в квадрате. Что получится? Это уже сложная функция. Мысленно вы обозначаете x квадрат через какую-нибудь букву, ну, скажем, z, и эту функцию от z потом дифференцируете по x. Ну, давайте я дам вам время, чтобы вы включились. Я вижу, что некоторые перестали работать. Итак, если вам эта лекция не нужна, то я не знаю, какой смысл сидеть. Давайте все-таки поправим время в толком. В значении в верхнем пределе, а вот интересно, на 2x надо будет умножать или нет? Вот f от x квадрата вот на 2x, как сложная функция, нужно будет умножать? Конечно. Да. Потому что сейчас f от x квадрата умножить на 2x. Да. Да. И так я ищу взаимопонимание, из которого не могу двигаться дальше. Основная проблема в Карачаевске стоит в том, что студенты, как и вы, муравят ничего не делать. И основное наблюдение студентов заключается в том, что я, в отличие от них, работаю и получаю от этого удовольствие. Мне довольно много лет, и вот моя профессия позволяет мне до сих пор получать от работы удовольствие. Я просто не могу понять, в чем смысл. Итак, я отвлекся немножко, но прошу вас помочь мне справиться с нашей задачей. Все задачи решаемые, но если вы не будете работать, то смысла никакого нет. Вы не умеете работать, вот что я говорю. Наверное, вы это и сами знаете. Попробуем. Итак, про производную мы немножко поговорили. Все не сложно, надо просто в голове держать несколько правил, которые вы на самом деле и знаете. С интегралом немножко сложнее. Вот сейчас нам понадобится вот эта формула в случае, когда интегрирование не по отрезку, а по области. Называется это обычно формула негрина, и они нам понадобятся. Но в одномерии, вы помните ответ? Как отборились от потенции? Да. Кто первый получил эту формулу? Ньютон. Ньютон. Я на стороне Ньютона. Он немножко раньше. Получил я. Итак, как выглядит эта формула? В случае плоской области и жара. В любой размерности формула записывается достаточно просто. Но за ней скрывается уже довольно много. Омега. Буква греческая. Омега большое. Омега маленькая – это элемент объемов. Представьте себе. Область разбитую на кубике значит. Омега – это элемент объема. Итак, если под знаком интегралов стоит… Первая крупная неприятность стоит в том, что нет единого способа обозначения функции от Н-переменных. Начиная с трех переменных. Проблема действительно серьезная. Но постепенно привыкаешь к мысли, что надо просто следить за ходом действий. И тогда можно пользоваться упрощенными обозначениями. Итак, Х, как правило, обозначает набор всех координат. На плоскости, значит, это Х, Y. В пространстве Х, Y, Z и так далее. Итак, у нас задана функция Н-переменных. Мы рассматриваем интеграл от производной по первой переменной и интегрируем по области. Итак, для этой формули нужны слова. Я их писать на доске не буду, но вам придется их записать. Вот это элемент объема. Вот это элемент площади. Ну, если это кривая, то это длина дуги. Если это сфера, то элемент площади. Нам придется вводить координаты на сфере, и мы этим вопросом на втором часу займемся всерьез. Как выглядит эта формула в случае, когда Омега не круг, а сфера? Шар, точнее. Итак, вот это элемент площади, а это первая компонента внешней нормалии. Вот эту фразу я прошу вас записать и нарисовать картинку. Итак, у нас есть область, которая для меня в большей части будет просто шаром. И нормаль внешняя, ну, мы постепенно дойдем, наверное, до необходимости вычислять ее в каком-то, ну, более-менее специальном случае. Ну, а так биометрически, представьте себе, шар, у шара есть границы, и к этой границе есть нормаль. Вот эта формула верна для любой функции, которая один раз непрерывно дифференцируема в области и считается, что область не уходит на бесконечность, то есть это что-то типа одного шара или нескольких шаров. В общем, область считается ограниченной, граница гладкой, а функция непрерывно дифференцируема. И я еще прошу вас написать такую же формулу для производной с номером 2. Так вот эта формула. Первая, которая мне нужна, и у нее есть, естественно, двойник. Если дифференцирование идет не по первой переменной, а по второй, то в формуле что надо изменить? Более-менее есть только одно место, которое можно менять, его и надо изменить. И давайте рассмотрим некие применения этой формулы. Ну, то есть имеется в виду, что здесь стоит дифференцирование по любой из переменов. Итак, вот эта формула считается заданной, мы не обсуждаем ее доказательства. Она задана, так же как формула Ньютона, это тоже самая формула, другу говоря. Нам эта формула нужна вот как он видит. Итак, вот это первый содержательный кусок сегодняшней лекции. Дано вот это написать, что стоит в правой части здесь. Это уже близко к тому, что понадобится нам дальше. Давайте доказать, что здесь совершенно не зависит от числа переменных. И давайте начнем со случая, который у нас никакого затруднения не вызовет. С одномерного случая. А потом попытаемся угадать. Итак, пусть у нас область это отрезок. И посмотрим, что здесь в правой части стоит. То есть вот эта формула уже имеет отношение. Что там говорит про нее? Что мы потом поймем. Итак, в одномерии что там получится? Интеграл от А до В. Интеграл от А до В. В на Д, Д2У по ДХ. И минус У на ДВ по ДХ. В. В. У. Правильно? У. 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 В. и Ньютона. Давайте продифференцируем вот это выражение. Если учесть, что первые производные сократились, то у нас появится как раз то, что стоит здесь. Итак, в одномерии мы с задачей справились. И теперь хорошо бы угадать, а потом уже выводить эту формулу. Ну, угадать, что это значит в данном контексте. По-видимому, я должен ее написать и обсуждать ее аналогию с этой формулой. Итак, формула Грина утверждается, что для любых дважды дифференцируемых, так я прошу писать, формула Грина для любых непрерывных замыканий функций У и В вместе с производными первыми и вторыми, справедлива формула Грина, которые пишутся вот так. Грина. 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 справедливо формула Грина в левой части стоит то что вы видите В лаплосиан У минус полу лаплосиан В а в правой В Д У П Д Н минус У Д В П Д Н в скобках Д Сигма утверждается что это следует из формулы которая обозначена номером И я должен объяснить что такое Д У П Д Н и ответить на вопрос который по-видимому могут здесь возникнуть я немножко убыстрился эту формулу не хочется стирать но пусть она у вас как бы так сказать в рамочке я все из нее буду выводить формула фундаментальна формула, так говоря, Ньютона и так что такое Д У П Д Н в этой формуле Н это внешняя нормаль которая есть в формуле с которой мы начинали с формулой И и так что такое Д У П Д Н давайте сначала запишем определение частной производной мы начали с определения функции дифференцирования функции одного переменного давайте теперь его перенесем в полномерное пространство и потом уже ответим на этот вопрос итак как вычисляется производная по Х1 если говорить не о формальных вычислениях о пределе речь идет о вычислении что? предел предел приращения функции частного сейчас я напишу так как мне удобно немножко по-другому ну ясно что предел вычисляется когда приращение стремится к нулю а в частиле здесь стоит я, кстати, не очень хорошо пишу итак в числителе я написал У скобочка в скобочках Х плюс Е1 это вектор вдоль первой координатной оси то есть Е1 это вектор вдоль трехмерном пространстве вектор у которого на первом месте стоит 1 а там нули итак что там в числителе написано первые координаты добавлены аж а все остальные не менялись если здесь стоит вторая координата то там будет Е2 и в этих обозначениях ДУПДН вы напишите сами ДУПДН в точке Х равно предел при Аж прямящимся к нулю а вот здесь вместо ДЕ стоит Н итак эта формула видимо столь же важна как и формула И вот это вторая формула без без понимания которой мы никуда не уйдем это производная по направлению не простое понятие но формула которая определяет ДУПДН написано справа только в этой формуле надо Е1 заменить на Н понятное вооружение? Угу Пережимы бывают? Через 1 минуту У меня предложение кто не пишет тот уходит У меня предложение кто не пишет тот уходит людей которые согласятся заняться наукой всерьез У меня есть несколько разных направлений в которых работают мои студенты бывших студентов довольно много надо их называть коллегами и так у меня есть новое направление которое нуждается в нескольких не в трех а в больших числе помощников и я надеюсь что среди вас найдется кто-нибудь кто-то интересуется ну кто будет со мной сотрудничать но пока движемся дальше и так тема лекции задачи деревья и мы приступаем непосредственно к задаче деревья и так первая часть это было вступление в некоторые факты из анализов которые можно считать известными из стандартного учебника по анализу но кто знает какой для вас учебник по анализу стандартный и так что такое интеграл деревья и что он дает для задачи деревья я повторяю что в задаче деревья есть это решение и требуется найти функцию кум интеграл не решает эту задачу он показывает направление в котором можно найти решение и так что такое интеграл деревья у нас есть некий запрос формул мы сейчас им воспользуемся пусть у нас сначала f и фи равны нулю мы хотим в этом случае умножить наше уравнение на у и проинтегрировать по области и так если f не равно нулю то наша задача директ приводит вот к такому соотношению ну к лусиану равен нулю мы хотим проинтегрировать по области посмотреть что получится мы хотим точнее доказать что у для того чтобы доказать это нам нужно применить нашу формулу интегрирования там у в у лусиан вот это уже как раз мы сейчас его перепишем и так нам нужно проинтегрировать по частям вот это выражение ну давайте начнем опять с одномерного случая вот у нас есть у на у два штриха нам надо записать это как чью-то производную если продифференцируем что питья я интегрирую по частям поедем не так как вы поэтому ошибались так это правильно и теперь нам ее в многомерии надо вот сюда подставить без этого сейчас я все и будем этим заниматься потому что это важно нам предложили аудиторию побольше если хотите чтобы доска была на втором числе хорошо итак у нас тут стоит ну давайте ограничимся двумерным случаем общий не отличается у нас там стоит угли и нам надо вот эту формулу переписать значит здесь стоит дифференцирование по х минус правильно итак вместо этого слагарного у нас стоит вот это равно вот это плюс плюс такое же напишитесь по y итак итак немножко эконом эконом доску но наверное это неправильно итак мы это записали как минус ду по ду по квадрате минус у у с итак итак такие вот я хотел бы вывести у в скобке видимо это можно сделать у в в а там у 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 я думаю что я написал правильную формулу давайте посмотрим итак вместо этого я написал минус ду у дх в квадрате вроде оно с этим дает у на вторую производную по и там также теперь мы должны это оставить на месте а по переходную проинтегрировать по области и того у нас получится вот этот интеграл у у грехе равен минус интеграл по области у по х квадрате плюс у по у квадрате у вот это плюс интеграл по границе области у у где начало формулы и где конец вот начало и это конец понятно вот это интеграл и потом равен это а у первого интеграла тоже на дифференциал области разные интегрировать здесь граница а здесь ок все и так формула получена теперь мы будем ее обсуждать и применять и так у нас было написано что f и фи равно нулю что в этом случае интеграл это следствие номер один если f равно нулю то и интеграл дает нам что интеграл по области на на границе у нас у равно нулю поэтому что что здесь бросается в глаза и чем надо воспользоваться под интегралом стоит положительная величина мы считаем что функция вещественная значит под интегральное выражение обязана равняться нулю иначе противоречие и так первое следствие заключается в том что если у на границе ноль а f равно нулю то ну сначала у ровно константами потому что первые производные если ноль то функция постоянно а если учесть что она граница на ноль то получается что у равно нулю и так я всегда немножко угостяюсь ненужный момент здесь не хватает фразы у x и у y равны нулю отсюда следует и если мы знаем что обе пор первые провинводные равны нулю то функция постоянно на всякий случай сейчас это проверим в одномерии мы сомнений не имеем если функция постоянно то производная равна нулю и наоборот в многомерии это тоже верно с оговорками конечно то есть функция должна быть непрерывной дифференцируем и если все ее первые производные равны нулю то она постоянно доказательства если вы вспомните определение производные по направлению и так если все первые производные равны нулю то производные по любому направлению равны нулю это значит что вы на одномерие можете сослаться вот вы в какой-то точке зафиксировали функцию и хотите добраться до другой точки соединяете ее эти две точки в прямой линии и вычисляете производную вдоль этой линии это есть производная по направлению я говорю что это не дешевое понятие им все время приходится пользоваться и так из одномерия мы выходим в случае многих переменных и видим что если все производные частные равны нулю то функция постоянна потому что достаточно узнать одномерные случаи теперь теорема теперь теорема основная теорема сегодня будет две лекции первая лекция это вот кончается грубо говоря на этой теореме в этой теореме уже интеграл деревне выписывается в общем случае мы его сейчас выкишим и утверждение заключается в следующем решение задачи деревне дает минимум интеграл деревне и этот минимум единственный я понимаю утверждение так что если вы спросите математика какая функция лучше чем ну скажем экспонента то ответ гармоническая функция она дает минимум интеграл деревне то есть это некое специальное свойство которое в одномерии звучит в каком-то смысле неправиль в одномерии функции которые дают минимум интеграл деревне это грубо говоря прямые линии многомерии это другие функции мы снимем будем некоторое время иметь дело они очень интересны а так формулировка теоремы словесное решение задачи деревне единственное и дает минимум интеграл деревне мы сейчас напишем получается он так же как мы только что получали давайте попробуйте написать а я некоторое время подожду итак я сказал все что хотел грубо сказать есть интеграл деревнея и есть теорема деревне их надо вместе записать попробуйте это сделать интеграл деревне отличается от того который мы написали тем что надо учитывать ф и ф старается интегрирование по частям вот у нас есть то что задатели дрифлей есть у задан у на границе задано умножаем на у и интегрируем по частям все больше ничего пока для нас нет доказательства у нас нет появится никогда можно раз на доске пописать а то я и так если вы сотрете все мы умножаем левую и теперь вот это должны проинтегрировать по области омега по второй производной по х и х ну это обозначение второй производной которые так постепенно скатываешься к нему все остальные не выбирают плюс у у у равно у и теперь левую часть мы давайте перепишем так же как раньше переписывали у на у х равно минус у х квадрат х совсем так скобочку первая производная по х квадрате скобочку перед у и перед двойкой бур двой квадрате Плюс Нет Тут, понимаете, здесь нет Будет списать По другому Частная Паша Ага Дэв, бады От скобочков Скобочков На ух Ну, давайте проверим Если подинференцировать, то Что непонятно Ну и такую же снижение То есть сейчас мы преодолеваем барьер Я настолько привык к этим обозначению, что все время сбиваюсь На какой-то свой разгон А теперь это все туда подставляем, да, где-то у АТН, да, в третью стройку Теперь надо записать интеграл от вот этого выражения И надо по омегам Буква специально выбранная, не очень удобная Чтобы реже попадала Под знаком интеграма вот это Где вы видите Д омега И вот теперь хватит ли у нас места Я не уверен, что мы на доске это должны делать Ну вот, если обозначение понятное Вы же можете это делать Правильно? Ну теперь вместо вот этой суммы Подставить вот эти кусочки И провести интегрер Да Спасибо То есть трудности с обозначениями, они объективны К ним надо набить руку и привыкнуть И уверяю вас, что эти постепенно побеждают все остальные То есть эти обозначения чем-то удобны Сейчас Добро пожаловать Итак, накопилось довольно много значений. Кто-то должен взять на себя роль человека, который руководит нашим движением. В интеграле деревне есть интеграл от суммы квадратов производных, правильно, никуда он не делся, и есть еще интеграл от f, и есть еще вклад от границы. Я пытаюсь объяснить вам свое затруднение, я, конечно, могу написать формулу, тем более, что она можно просто списать, но лучше, если вы все эти агреки, которые у нас накопились, ошибетесь, парочку, разок. Давайте я вам сначала сниму. В каком месте? У нас он тоже есть. У нас есть левая часть и правая, а левая части вот эта. Уже все время два раза встречается, здесь у нас он три раза. Он уже вам по силам записать интеграл деревнехлет. С доказательством проблем не будет, нам нужно вот эту теорему деревнехлет записать в виде формулы, и она вам по силам. Вот, на этом месте я предлагаю пока остановиться и заняться тем более понятным. Ну, например, задать обеихли в круге, это следующее, что я хотел. по-видимому, его обычно пишут с одной, с второй, это одну, вторую терять. Итак, интеграл деревнехлет дает минимум вот этому интегралу при условии, значит, как ставится задача в круге. Вообще говоря, есть и правая часть, но нас сейчас правая часть не интересует, это у нас домашнее задание, чтобы правая часть еще туда вошла, а если правой части нет, то интеграл деревнехлет дает следующий ответ на вопрос о решениях задачи деревнехлет. Решение задачи деревнехлет дает минимум вот этому функционалу. И мы хотим посмотреть, какие многочлены дают минимум этому функционалу, какие многочлены, так сказать, лучшие и возможны. Итак, гармонические многочлены – это функции от x и y в данный момент, потом будут от x, y, z, которые выполняют уравнение. Сейчас мы их все найдем. Найти все многочлены, которые удовлетворяют вот этому уравнению. в 2 степени. В 2 степени. По-моему, понятие однородности вам известно. Ну, многочлен называется однородным, если все степени одинаковые. Итак, нас интересуют многочлены степени 2, однородные, которые удовлетворяют в равнении лопластных. Их всего 2. Кто хотя бы один придумает? Ну, если ничего не приходит в голову, пишите многочлены общего вида и диверсируйте. Х квадрат наносит 3 квадрат. Х квадрат? Ну, или сто эффекция наносит 1. Это 1, 2. А, если х и… Итак, если ничего не знать Берешь многочлен Ну, скажем, степени 3 С проевольными коэффициентами Дважды дифференцируешь Дважды дифференцируешь Для того, чтобы двигаться дальше Я воспользуюсь Тем, что В случае двух переменных В случае трех переменных отцов Сегодня не пройдет Но в случае двух переменных Это уравнение можно записать Как пара уравнений первого порядка И первый порядок, как правило Решается сразу Итак, при случае двух переменных отцов Можно проверить раскрыть скобки Давайте их раскроем В стороне лоблаза можно так сказать Правда, появилось число и Ну, мы привыкли и в квадрате равно минус 1 И не задумываемся о последствиях Итак, если эта формула не вызывает, пожалуйста Умножаем Открываем скобки Здесь, 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 в квадрате Следствие этой формулы З это х плюс и у Это что? Конец Нет, по-видимому Все на ровно идет Итак, я немножко забегу вперед А потом мы этим вопросом займемся Он интересный Вот эта формула содержит все гармонические многочисления В двойке, например Если n равно 2, то здесь стоит Икс квадрат минус y квадрат Плюс 2 и xy Правильно? Ну и так далее В тройке То есть затруднений написать Если во все это поверить То затруднений нет Все гармонические многочисленные Написаны И форму достаточно простая Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!